Аплодисменты Книжечки продают всякие Книжечки продают всякие Книжечки продают всякие Книжечки продают всякие Книжечки продают где он пишет о том, что это он придумал эту идею, подарил ее своему брату, потому что Петров – это психоним, это его старший, по-моему, брат Катаева, и они с Ильфом вместе написали. Поэтому я думаю, что нет, это не булгаковская вещь. У него много своих, что ему приписывать чужого. Короче говоря, он пишет, где слава Сталина. Кроме того, он пишет, что очень важно, где слава Молодом Сталина. Мне кажется, психологически это еще почему важно, потому что Булгаков очень устал в конце жизни, просто устал, устал жить, устал от самого себя. И герои у него, он там боги, боги мои, как русная вечерняя земля, кому-то знает уставший, без сожаления покидает землю. Это очень совпадает с его душевным настроением. И мне кажется, он тянулся к фигуре Молодого Сталина, потому что это история успеха, а его жизнь Булгакова – это история неуспеха в его глазах. Он считал себя действительно вот таким несчастным, затравленным, неудавшимся писателем. А великая слава для него, говорю, оскорбительно. Он отменял бы вот все эти наши с вами разговоры, встречи, фильмы, книги, все, поэтому он отдал бы за то, чтобы ему при жизни что-то перепалкнуть. В этом смысле, скажем, он очень отличается от данного Ахматова. Ахматова жила намного хуже, чем Булгаков, со всех ключевых речей. Но она знала, что все равно памятник в этой стране, не знаю, я великая Ахматова, и ее это поддерживало. Булгаков знал, что он великий Булгаков, но его совершенно не поддерживал, его только раздражал. Если я великий, дайте мне, дайте мне вот сейчас, даже не денег, денег у него было достаточно, дайте мне, чтобы обо мне говорили, Самые недели Ахматова Алло, ты слышишь? Держи, дружище! Покажется. Алло, мужайся, тебя разыщут! Мужайся? Да что вы, пацаны, не труси. Каких безбывал пределных прозвольных. Спасибо, Господи. Так я держусь. А про себя добавляет, боюсь, что вы все кажется слишком прозвольной, Совсем чугунные планы Кончаются в рации педалей Их хватит еще на час или два Как бревна руки спина не мельки Алло, это кажется генерал Держись, родной, вас найдут, откопают Странные слова змеи, как кристалл Бьются, стучат, как в броню металл А в мозг остывший почти не влетают Чтоб стать вдруг счастливейшим на земле Как мало, наверное, необходимо Замерзнув в конец, оказаться в тепле Где доброе слово, да чай на столе Спирт и глоток, да затяжка дыма Опять в шлемофоне шуршит тишина Потом сквозь метельное завывание Алло, здесь в рубке твоя жена Сейчас ты услышишь ее, внимание С минуту гуденья тугой волны Какие-то шорохи, трески, писки И вдруг далекий голос жены До боли знакомый, до жути близкий Не знаю, что делать и что сказать Милый, ты сам ведь отлично знаешь Что если даже совсем замерзаешь Надо выдержать, устоять Хорошая, хорошая, светлая, дорогая Ну как объяснить ей в конце концов Что он ненарочно же здесь погибает Что боль даже слабо вздохнуть мешает И правде надо смотреть в лицо Послушай, синоптики дали ответ Буран окончится через сутки Продержишься, да? К сожалению, нет Как нет? Да ты не в своем рассудке О, все ближе звучало слова Развязывая, вот она, как не зашла Живет еще только одна голова А тема бескутшая дверь А голос кричит Ты слышишь, ты слышишь? Держись, часов через пять рассвет Ведь ты же живешь еще, ты же дышишь Но есть не худший шанс Сижу Молчай Молчай Как трудно последний пример послать И вдруг Раз так я должна сказать Голос резко нельзя узнать Странно Что это может значить? Поверь мне, горько тебе говорить Еще вчера я от страха к струне Ну, раз ты сказал, что тебе не дожить То лучше, чтобы после себя не корить Сказать тебе коротко все, что было Знай же, что я дрянная жена И стоя любого худого слова Я вот уже год, как тебе не верна И вот уже год, как люблю другого Ох, как я страдала Встречая пламя твоих горячих восточных глаз И вот еще слушала Слушала, может, в последний раз Сухую пыль и сжал зубами Вот так целый год я лгала Но это от страха, а не от зла Скажи мне имя Она поворчала Потом, как ударив имя, сказала Лучшего друга она вызвала Затем добавим отропы Мы улетаем на днях на юг Здесь трудно нам было бы жить счастливо Быть может, это не так красиво Но он уж совсем не бесчестный друг Он просто не смел бы Не мог, как и я, выдержать Встретиться с твоими глазами За сына не бойся Он едет с нами Теперь все заодно Жизнь и семья Убросили не ко времени эти слова Но больше не будет никакого времени Он слушает, молча Горит на лоб И словно бы молод стучит по теме Как жаль, что тебе ничем не поможешь Судьба перепутала все пути Прощай Не сердись и прости, если сможешь За грубость и радость мою Прости Полгода прошло Или полчаса Наверное, куча без батареи Все дальше, все тише Шумные голоса Лишь сердце стучит Все сильнее и сильнее Оно крохочет и бьет виски Оно полыхает огнем и ядом Оно разрывается на куски Что больше в нем радости или тоски Взвешивать поздно, да и не надо Обида полной заливает кровь Перед глазами сплошной туман Где дружба на свете, где любовь Их нету И ветер, как эхо, вновь Их нету Все подлость и все обман Ему в снегу суждено подыхать Как псу, коченея под стоны в юге Чтоб два предателя там, на юге Со смехом бутылку открыв на досуге Могли поминки по нем справлять Анишка Собесил за террором Мальца И будут усердствовать до конца Чтоб пить ему в голову имя другого И вырвать из памяти имя отца И все-таки свелая, светлая вера дана Душа откидролитного пацана Он все слушает голоса молотов и ждет А он замерзает А он не придет Сердце грохочет, стучит виски Взведенная, словно курок нагана От множественности, ярости или тоски Оно разрывается на куски От суда у него расставается рана Эх силы, откуда вас взять, откуда? Откуда вы на карту лежите и честь Чудо, вы скажете, нужно чудом Так окушно, считайте, что чудо есть Их много любого, 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 любого Их много, любые, любые, любые Я подумал, что, боже мой, если их так критикуют, то мои книги должны просто размазывать тонким слоем и на свободное время выбрасывать И мне показалось, что мне вообще ничего уже не надо писать И вот на этом фоне, когда мне сказали, что все хорошие книги, а на самом деле плохие Как-то вдруг началась вот третья часть Из винирового лампа и Дексфранка Токсичный компонент, который изначально должен был называться по-другому Здесь первая часть называется сразу Переворачивать пингвинов Здесь такая смешная несуществующая профессия И книга так должна была называться Мне казалось, что еще оригинальное это название После чего первые две книги прочитала одна журналистка, Татьяна, в Москве И сказала, что это очень оригинальная находка, что все книги называются специальными терминами Теневая лампа, индекс франка При том, что термины эти несложные и понятные люди Я решил, что третья книга тоже будет называться специальным термином Токсичные компоненты, это в общем достаточно специальная штука Особенно в ожоговом отделении И вот я, читая новую критику Создавал свое произведение по кусочкам И неожиданно так получилось, что к этому моменту Андрей Рубанов написал обзыв на Риндекс Франка Написал его у себя в Фейсбуке И его люди, относящиеся к этим новым критикам, заметили это только Хотя до этого книгу Андрея Рубанова «Человек из красного дерева» они тоже, в общем-то, раздолбали Ну, Андрей такой очень адекватный, посмеялся, сказал спасибо Как я говорил, у пиара не бывает знака, а только электр Не важно, плюс или минус, всегда вперед Поэтому любое упоминание о тебе, в любом контексте, все равно дает тебе рекламу Когда я писал книгу, у братьев Самойловых случился конфликт Они разошлись, вот как у нас общество сейчас расходится по разные стороны Кто-то становится либералом, кто-то становится почвенником и государственником Так же случилось и с родными братьями, которые выросли в одной семье Создали великую, действительно, группу Написали много хорошей музыки совместно Но вышло так, что политика развела их тоже по разные стороны баррикад От этого возникли определенные сложности Потому что мне нужны были оба брата, соответственно, для того, чтобы с ними беседовать А они, как бы уже не общались друг с другом, фактически Встречались только на каких-то совместных тусовках или юридических мероприятиях Где требовалось подписать какие-то документы Договоры песенные, какие-то гонорарные и так далее Соответственно, мне пришлось общаться с ними по отдельности, не вместе Сначала я забил полный диктофон на одного брата, на Вадима Потом забил полный диктофон на Леба И уже с этим материалом дальше начал работать Ну, в общем-то, что, книга получилась Потому что фанатское сообщество уже теперь перепродает ее через интернет Поскольку ее нельзя допечатать Потому что издательство Анфоры, к сожалению, распалось И все права там где-то остались у них нет Вот, 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 вот Я обычно подписывают одно и второе автора Можешь сразу сфотографировать? Конечно Идите, как удачно Книжку получу тоже, фотографию я И всем хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!